всем привет сегодня у нас немного коммерции сейчас мы посмотрим легендарный автобус nissan vannette в кузове skp 2 м это 18 мотор автомат бензин двигатель l8 новый цепной мотор идет с 11 года с конца вот как всегда надежный автобус выпускается с 99 года является груза пассажиром и грузовым еще есть варианты особо ничего не меняется салон немного конечно по сравнению с версиями начала двухтысячных но стал получше где-то есть на крутилках салоны вот так вот ничего в общем особых здесь нету конечно ван этот они хайс хайсы и жирные побольше высоким там и цены есть две боковые двери чтобы удобно было коробки по заводским параметрам машины грузоподъемность 950 килограмм ну как всегда в россии на это никто не смотрит и грузят по полной машины очень надежно показала время то есть они выпускаются и особых изменений нету не в моторах не в коробках поэтому эти басики бегают и по россии их много бегает очень много mazda бонга и сам ванет но летай с которой они тоже грузопассажиры для городской какой-то не знаю маленького бизнеса то есть там это не знаю может производство пельменей там не знаю или там чего-нибудь какая-нибудь курьерская служба очень даже подойдет для этих целей данный грузовик мотор напоминаю бензином потому что дизеля перестали люди что-то любить то что все таки зимой хуже заводятся данного басика 182 тысячи пробег это пробег это пробег считается но более-менее это живой автобус потому что на рынке стоят автобусы и у них на пятно на написано что у них пробег ну там сто восемьдесят семь чистой воды вранье данные автобусы их просто в адекватной деньги не завести в россию с таким пробегом они стоят под 600 тысяч рублей вот эту модель мы торгуем насколько стоять две тысячи мы торгуем ее за 500 тысяч я думаю если не нагружать этот грузик по полной то он проходит но 350 300 он точно пройдет без каких-либо капиталок и прочего здесь вот раздатка леса автоматный я думаю автоматы усилены у них идут я думаю по городу даже ну там груженым ну пусть там килограмм 800 да нормально все она не бегают ничего нету такого на слуху что там данных машин там болячка да есть на автомате и коробку нормально усиленные автоматы бардачочек очень скромный так куда нам поставили кланас ага вот он вижу стоит вот можно ли сделать из бардачка третье сиденье нельзя ну окей ладно в общем машина для малого бизнеса какого-то за полмиллиона без пробега с реальным пробегом пусть даже он кажется большим но для данной машины он нормального немально нормальный отличный вариант взять себе его на работу будет бегать делать свое дело не ломаться заводиться в мороз то таком надо получше поставить этот крутит слабовато все будет все будет заводиться у вас в морозы будет бегать не будет стоять в ремонте будет зарабатывать вам денежку а а и даже по мусорнику куда поставили а если вам интересно коммерческая техника какие автобусы можно привезти из японии какие комплектации какие двигателя пишите звоните посчитаем вам покажем варианты изменений 2018 не будет никаких то есть также ну глонасс единственное поднимают акциз на машины которых который заводится на юрлицо и более 200 лошадей имеют двигатель у них поднимется акциз вот но автобусов это не касается у них лошадей там в пределах до 150 впереди обзоры subaru xv будет у нас посмотрим тойоту альфу и так далее подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик всем пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправке по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля и